Приветствую вас! Мне кажется, что вы уже в общем и целом знаете ответ на свой вопрос, вот, потому что, ну, судя по тому, как вы задаёте его, да, я думаю, что вы знаете ответ на свой вопрос. Мне кажется, что вы подменяете понятия здесь, мне кажется, что вы не можете пока признаться себе, именно себе не можете пока признаться, что вы боитесь уходить от мужчины, своего, от мужа. Вот, боитесь от него, уходить боитесь остаться одна, вот, мне так кажется, что боитесь остаться одна, почему-то, из-за чего-то боитесь остаться одна, вот. Дело в том, что такое поведение, как у вас, оно не возникает на пустом месте. Именно вот такое поведение, как у вас, да, оно на пустом месте не возникает. Такое поведение, как у вас возникает, как правило, ну, только в определённой ситуации, да, когда, например, вы, допустим, себя недооцениваете, когда вы, допустим, себя обеццениваете, когда вы относились к себе как-то скептически, да, вот. То есть это такая история, к сожалению, вот, которая вытекает из того, что вы в себе не уверены до конца, вот. И плюс ко всему имеет место быть так называемая мазохистично модель поведения, вот. То есть мазохистично модель поведения возникает тогда, когда человек, ну, к примеру, например, вы, позволяет другим, в частности, своему мужу поступать по отношению к себе очень плохо, негативно и так далее. Вот. Это поведение связано с тем, что в детстве, по-видимому, по-видимому, в детстве вы были склонны получать внимание от родителей через негатив. Вот. Либо здесь, возможно, другая история, когда вы просто считаете, что если вас как-то ругают, да, то вы не можете ничего, соответственно, сказать, не может никак тебя защитить. Вот. Я бы сказал, что эта позиция, она происходит из страха, из занятий самооценки и из возможных подсознательного стремления к тому, чтобы вас ругали. Что-то такое вот подпудное желание такое, чтобы меня ругали. Подпудное потребность в том, чтобы меня ругали. А что касается ребенка, дочери, то дочери ни в коем случае на пользу не пойдет и не пойдет то, что вы терпите в отношении себя. Такой негатив. Вот. И более того, вы как-то вот приучаете ее к тому, чтобы она так же вела себя, вероятно, с своим уже будущим мужчиной, вот, потому что, потому что, да, она же учится на примере мамы и видит, как отец обращается с вами. Вот. И, соответственно, будет считать, что мужчина, он вот так должен вести себя по отношению к женщине. Вот. На мой взгляд, это несет только негатив. Вашей дочери. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. Так. Вот. Соответственно, терпеть ничего не нужно. Такое отношение терпеть ни в коем случае нельзя. Потому что ребенку видеть, как его мать страдает, страдает. Очень травматично. Вот. А впоследствии вы можете, в том числе, вызвать у него, у ребенка. Я наведу чувство вины за то, что, якобы, якобы из-за него вытерпели, там, и жили несчастливо и прочее, 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 прочее. Вот. Так что здесь терпеть ни в коем случае не нужно. Необходимо. Необходимо. Обращение с мужем гармонизировать, меняя, в первую очередь, пожалуй, свое собственное поведение, меняя, в первую очередь, пожалуй, свою собственную модель поведение. Вот. И тем самым можно мужа приучить. Приучить к тому, что с вами, ну вот, как-то нельзя. С вами нельзя. Вот. По-другому. Вот. Можно это сделать. Можно приучить вашего мужа. Для этого необходимо учиться говорить «нет» своему мужу. Для этого необходимо учиться отделять себя от него. Вот. Раскрыть вашу боль. То есть, вот именно боль, что значит, что означает. Раскрыть ее необходимо. И, возможно, именить отношение к тому, что вам причиняет боль, учиться без конфликтному общению в семье. В семье и вы вообще с людьми. Вот. Знаете, понимаете? вы пишите «я не понимаю себя». Да? Не знаю, что делать. Уходить, пытаться за тюрки дать все, и за маму, и за папу, или остаться дальше терпеть. Ну вот. Знаете, какая штука? У вас почему-то либо черная, либо белая. То есть, чего вы решили, что, к примеру, если ну, допустим, допустим, вы уйдете, да, к примеру, если вы уйдете, почему за маму и за бабу? То есть, отец, он все равно будет ребенка видеть. Отец все равно будет, как бы, с ребенком взаимодействовать. Вот. И, что в этом, как бы, такого необычного? Знаете? То есть, вы не чувствуете ничего. К своему мужу. Вот. А вас можно понять. Возможно понять. Но ведь вы сами, в том числе, эго потворствовали, его, к такому, поведению. Потворствовали. То есть, позволяли ему, эээээ... и вести себя так слабо. Понимаете? И очень важно понять почему и за дочерь ну опять же, я не верю, что вы сделали это за дочерь только. Я уверен, что есть еще какие-то причины ваши собственные и мне кажется, что именно над этими именно с этими причинами и нужно работать. Вот. К мужу вы ничего не чувствуете потому, что вы забыли себя по сути. Вот. К тому с мужем вы ничего не чувствуете. К мужу до смерти сначала. То есть вы молчите, да, вы никак себя не защищаете, никак себя не проявляете. Вот. А только ждете от мужа чего-то да, какого-то там не знаю, поведения, например. А он этого вам не дает. И это правда это обиды. Уже у вас. Знаете, какая штука? Вот. Вы пишите, нормальная бы давно уже ушла. А себя вы считаете, какой тогда получается? Не нормально. Себя вы считаете не нормальной? В таком случае. Но если вы считаете себя не нормальной, то вот вам и проблема с самооценкой. Далее, вы пишите, не знаю, что делать, уходить пытаться или остаться. Вы отдаете себе отсчет в том, что сейчас передаете в наши руки свою жизнь по сути. То есть Вы Вы на нас перекладываете ответственность за то, что вам делать за своей жизнью и, наверное, что важнее с ребенком своим. То есть подумайте объективно, что лучше для дочери. Вот что лучше для дочери, именно для дочери, что лучше будет. Вот. Подумайте. И исходя из этого, все действуют. Вот. Что лучше для вас будет. Ведь дочь может быть счастливой только в том случае, если вы будете счастливы. Или у вас есть другое мнение на это все. Если есть другое мнение на это все, то давайте его в таком случае тогда послушаем. Послушаем. Давайте послушаем ваше мнение на этот счет. Вот. Мне было бы интересно его послушать, это мнение. Потому что это мнение, ну, такое, которое вот очевидно вам вредит. Как вот я, ну, как я вижу. Вот. Вот. Представляете, какая история. Вам ваше мнение вредит спросу. И... Цель... Цель всего. Цель всего. В том числе и работать с психологом возможно. Заключается как раз таки в том, чтобы вы перестали себе вредить. Вот. Значит, вы пишите, что с мужем проблемы уже четыре года, мы словно чужие люди. Как это все дочь воспринимает? Или... что вы с мужем четыре года как чужие? Как она воспринимает? Думаете ей от этого что хорошо? Нет? Ну, и не может быть от этого хорошо. Никак. Абсолютно. Вот. Потому что она страдает. От чего начались проблемы у вас с вашим мужем? Ну, с чего они начались? С чего они пошли? Вот. Это... Тоже такой... Достаточно... Достаточно... Важный момент. На мой... На мой взгляд достаточно... Достаточно важная история. Вот. Собственно говоря. Собственно говоря. На что нужно обращать внимание. Вот. Эээ... Так куда стоит вам... Эээ... Приложить свои силы. Вашу семью, да, вашу семью еще, может быть, можно сохранить, без уходов, да, без разводов, но для этого важно попробовать, понимаете, для этого важно попробовать изменить, хотя бы для начала, свое поведение, свою модель поведения изменить, а там, где дальше будет видно, там, где дальше будет понятно, понимаете? Так что, я полагаю, что вы действительно не можете разобраться в себе, но для этого одного ответа на вопрос, ваш мало, нужно более подробно с вами работать, более подробно с вами беседовать, чтобы понять все нюансы, как выбрали вы своего мужа, значит, как ваши отношения с ним складывались, вот. То есть, все вот это, вот, все вот это нужно исследовать, и тогда, я полагаю, вы сможете изменить, изменить все так, что муж еще захочет с вами быть обратно к тому, кто готов ли вы. Так что, так вот, я полагаю, можно вам ответить на ваши вопросы, которые вы задаете нам. На этом все, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, обязательно посмотрите в интернете про садомезахистические отношения треугольник Карпмана, вот, это поможет вам лучше понять, что происходит. Ну, если захотите подкорректировать это все, обращайтесь, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.